Ты не близко, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Смотри за цифрами. Пошел. Деяние, 8 глава, 34 по 40 стих. Погромче считай. Евнух же сказал Филиппу, Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли, или о ком другом? Филипп отверзу стал своей, иначе вот сего Писания благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал, Вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему, Если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу. И сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его. И продолжая путь, радуясь, а Филипп оказался в азоте, и проходя, благовествовал всем городам, пока пришел к Кесарию. Толкование. Знать, что пророки иногда говорят и о других, или о себе самих в другом лице, потому что это показывает вопрос его, это свойство человека очень наблюдательного. Посмотри, как благоразумно он поступает. Сначала читает и не понимает, потом читает то же пророчество. В нем содержится учение о страдании, воскресении Иисуса Христа, и о даровании благодати Святого Духа. Затем просит крестить. Филипп изъясняет ему по порядку, начав с этого пророчества. А окрылившись готовностью, он постепенно приводится к крещению. Но он не сказал, крести меня, но что препятствует? Этим вопросом он показал сильное желание принять крещение. Филиппа берет Дух, тем самым придавая случившемуся больше чудесности, а вместе доставляя радость и ему, что он удостаивается того же, чего и пророки, как, например, Аввакум. Его берет Дух, а не Ангел, как прежде. Это потому, что Ангел являлся тогда людям более плотяным, а Дух более духовным. Хорошо, что он был взят от Евнуха, потому что Евнух стал бы просить Филиппа, чтобы он отправился с ним, и Филипп опечалил бы его, если бы по требованию обстоятельств отказался. Так все устроялось божественным образом. Дух поставил Филиппа в азоте. Здесь он и должен был затем проповедовать. Комментарий Игнатия Лапкина. Священное Писание – это живой голос живого Бога. Людям ничего не нужно придумывать, улучшать то, что Бог заповедовал. И послушание Богу, Божьим словам, верующая душа держит на первом месте. Враг Божий дьявол старается опорочить ревностное исполнение Священного Писания, и часто делает это под благовидными предлогами, чтобы люди слушались своих руководителей, наставников, учителей, поступающих не по Писанию. Дьякон Филипп хорошо слышал голос Божий, и очень хорошо знал, что он послан проповедовать. Найдите среди дьякона православной церкви за тысячелетний период хотя бы одного, кто выполнял ту же миссию, что и первоапостольский дьякон Филипп. Неужели трудно сделать это сравнение с сегодняшним дьяконом и вынести однозначный вердикт? Мы совершенно не похожи на того дьякона Филиппа. Мы делаем совершенно не то, что тогдашний дьякон Филипп. Мы не слышим голоса Божия, посылающего на проповедь, как этот дьякон. Этот один дьякон Филипп в деле проповеди сделал больше, чем все дьяконы России за тысячу лет. Почему дьяконы не проповедуют в церкви? Кто закрыл их уста для благовестия в миру? Слово дьякон означает служитель, помощник пресвитера, епископа, и он должен помогать им в деле проповеди в первую очередь. Того дьякона Филиппа на пустынную дорогу для проповеди послал Христос. Кто не допускает сегодня дьяконов подражать тому Филиппу? Христос? Но, евреям 13,8, Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Глава 9, 1-2 стих. Саввел же еще дышал грозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Толкование. Объясняет Лука неиствоство Павла против верных и против церкви. Показывает, что он увлекался нечистой ревностью, потому что на нем исполнилось сказанное Христом. Евангелие Теана, 16,2. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Потому что он делает это не так, как другие иудеи. Что он делал это по ревности, это очевидность того, что он отправился и во внешние грады. А они не обращали внимания и на находящихся в Иерусалиме. Они об этом только и заботились, то есть о том, чтобы пользоваться честью. Савл идет в Дамаск потому, что это был великий и царствующий город. И он боялся, чтобы этот город не увлекся христианской проповедью. не идет он с просьбой к претеру, ну, к претеру, но к архиерею. Потому что он имел намерение делать все законно. Что такое того пути? Может быть, так называли себя веровавшие, так как одна только их вера была такую, посредством которой мы возносимся на небо. или же Павел называл их последователями. Того пути, может быть, из чувства презрения и в насмешку над ними, потому что бесчестного человека они обыкновенно называли сбившимся с пути. Он не искал власти тут же наказывать христиан, но везти их в Иерусалим, потому что он хотел действовать с большей властью. Комментарий Игнатия Лапкина. Гонитель Савл прекрасно понимал, отчего в различных местах так внезапно появляются всходы новых христианских общин. Проповедь во всем виноваты проповедники. Мы их уже били и запрещали говорить о распятом. Откаянные рыбаки неграмотные и невежественные двух слов не могут сказать на базаре продавая свою рыбу. Как им вообще люди могут поверить? Зря доверились Гамалиилу и заняли выжидательную позицию. Это опасное галилейское учение разлагает нацию, делает людей безвольными и безразличными к свободе Родины. Эту назарейскую ересь как заразу. Необходимо всюду выжигать и карать беспощадно и особенно проповедующих. Так думают все гонители, как описывается в житиях святых. Но Слово Божие бессмертно его не убить. Если говорят, что рукописи не горят, то это говорится о свитках, на которых Дух Святой начертал Евангелие. Если красота спасет мир, то эта красота есть Христос, распятый и воскресший, одежда которого обогрена его причистой кровью. У него миллионы добровольцев, которые несут бессмертное слово, которое нельзя не убить, не спрятать в тюрьму. 2 Тимофея 2.9 Для Слова Божия нет уз. «Я беседую с вами, говорит Иоанн Златоуст, однажды или иногда дважды в неделю, а ты постоянно в своем доме имеешь учеников, жену, детей, слуг, и вечном, и за трапезой, и во весь день можешь исправлять их». «Великое дело, говорит Вселенский Отец, сделаться учителями Вселенной. Немало значит, когда везде услышат, что в этом городе никто не клянется. Если это будет, то вы получите награду не только за свои подвиги, но и за попечение братьях. Вы сделаетесь тем же для Вселенной, чем я для вас». Деяние 9 глава 3 9 стихи. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо делать. Люди, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил». Толкование «Видение произошло не в городе, но на пути и в тишине, потому что толпа не поверила бы, а только посмеялась бы, как и там при Иисусе Христе, слышавшие голос с неба». Иоанна 12, 29. А этот Савл заслуживал доверия, потому что рассказывал о том, что с ним случилось. Итак, не в Иерусалиме и не в Дамаске, но на пути блистал свет, чтобы то, что с ним случилось, иные не стали объяснять иначе, но чтобы сам он объяснил это, так как он заслуживал доверия, потому что он и видение видел, и болезнь претерпел. Это говорит Павел «И защищаясь перед Агриппою». Деяние 26, 12-18. «Христос не говорит ему «Веруй, но упрекает его, говоря, что меня гонишь». Почти что говорит, что «Малая или великая ты потерпел от меня, что ты мне делаешь это». Для чего это явление и вразумление Саулу не было сделано вначале? Для того, чтобы показать, что Христос действительно воскрес. Потому что как уверовал бы гонитель его и не верующий его воскресению, и таким образом неистово преследующий верующих, если бы сила воскресения его не была велика. А почему не тотчас после воскресения? Чтобы очевиднее обнаружилась вражда против учения о воскресении, и более божественным явилось превращение в образе мыслей Павла. «Всех и бывших с ним осеевает свет, чтобы они свидетельствовали об этом явлении. Но ослепляет он не всех, а одного только Павла, чтобы не подумали, что это было общее и как бы случайное несчастье. Но чтобы открылось, что это было вполне действие божественного промысла. Почему же не уверовали бывшие с ним? Чтобы они могли быть достоверными свидетелями того, что случилось с Павлом. Потому что если бы они уверовали, то показалось бы, что они свидетельствуют по пристрастию. А чей голос слышали бывшие с Павлом? Голос самого Павла, когда он отвечал, а голос небесный слышал один он. Рассказывая далее, сам Павел говорит, бывшие со мной видели свет и устрашились, но говорившего мне голоса не слышали. Деяние 26.14 Отче Павла пострадали, потому что избыток света обыкновенно действует болезненно, так как и глаза имеют меру. Говорят также, что чрезмерный звук делает глухими и бесчувственными, потому что он очень расскавился в том, что преследовал церковь и печалился, и молился, и просил Бога, чтобы было прощено ему это. Деяние 9 глава 10-16 стихи В Дамаске был один ученик имени Манания и Господь в видении сказал ему Анания Он сказал ему Я Господи Господь же сказал ему Встань и пойди на улицу так называемую прямую и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла Он теперь молится и видел в видении мужа имени Манания пришедшего к нему и возложившего на него руку чтобы он прозрел Анания отвечал Господи я слышал от многих о семь человеке сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме и здесь имеет он первосвященников власть вязать всех и призывающих имя твое но Господь сказал ему иди ибо он есть мой избранный сосуд чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами израилевыми и я покажу ему сколько он должен пострадать за имя мое толкование почему Анания не будучи из числа достопамятнейших и известных учеников спасителя получает власть огласить и врачевать Павла имевшего сделаться таким великим проповедником Евангелия потому что Павел должен был быть наставлен в истинных верах не человеком но самим Христом потому и Анания его крестил и уврачевал но ничему не учил а что он не был из числа очень известных это очевидно из его опасения и страха что открывается из его слов он он так боялся преследования со стороны Павла что был поражен и пришел в ужас когда только услышал от Господа имя его он не обратил внимания даже и на то что было сказано затем а именно что Савл молитву творит что он видел видение что он ослеп и что Анания посылается к нему для того чтобы оказать ему благодеяние и спасти его и видел видение мужа именем Ананию потому что он не мог видеть наяву так как был слеп естественно было находящимся в страхе допытываться и узнавать то что против них замышляется посмотри на страх каков он потому что он не допустил чтобы дошло до его слуха имя Павел и уже говорит боюсь чтобы как-либо он не отвел меня в Иерусалим не только говорит он сделается верующим но и учителем и будет иметь великое дерзновение перед языками и царями и перед иудеями предстанет этим Господь ободряет Ананию о мести и пристыжает его как бы так говоря если он так неиствовал из-за меня и убивал и однако будет терпеть все то неужели ты не хочешь даже и окрестить его так как Анания услышав что Павел слеп возрадовался и чуть было не сказал так это хорошо оставь его слепым зачем повелеваешь мне отверсти очи его чтобы он опять стал вязать или чтобы он снова стал наказывать нас то Господь говорит он не только не будет делать ничего ужасного но и будет терпеть за многое за меня хорошо сказано сосуд избраны это выражение показывает что нет естественного зла так как мы избираем и заслуживающее одобрение деяние 9 глава 17-19 стихи Анания пошел и вошел в дом и возложив на него руки сказал брат Саввл Господь Иисус явившийся тебе на пути которым ты шел послал меня чтобы ты прозрел и исполнился святого духа и тотчас как бы чешуя отпала от глаз его и вдруг он прозрел и встав крестился и приняв пищи укрепился и был Саввл несколько дней с учениками в Дамаске толкование посмотри какое величайшее послушание после величайшего страха итак это были слова Анании изреченные им не вследствие неверия но вследствие страха и трепета тотчас знакомить его с именем Господа и при том Христос не сказал Анании Я явился Саввлу но сказал Он научен Духом и действительно Иисус Христос не являлся Ему лично но конечно явился делами и действиями Я слуга благодати таким образом они не могли ничего вымышлять от себя чешуя отпадает и показывает что воспаление сильно и что исцеление не подлежит сомнению силы его ослабели отчасти от путешествия отчасти от страха отчасти от голоду а отчасти от малодушия заметь что он не решился принять пищу до тех пор пока не получил великих даров Деяние 9 глава 20-22 стихи и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе что он есть сын Божий и все слышавшие дивились и говорили не тот ли это самый который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие да и сюда затем пришел чтобы вязать и их и везти к первосвященникам а Саввел более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев живущих в Дамаске доказывая что сей есть Христос толкование тотчас тщательно доказывает что сей есть сын Божий тотчас он сделался учителем потому что он не стыдился того что в нем произошла перемена по отношению к тому что сделалось для него ясно чему он научен был из закона Моисеева о том спрашивал и их они думали что избавившись от Стефана они избавились и от этих рассуждений а между тем нашли другого совопросника более сильного чем Стефан он доказывая это преподавал и изъяснял из тех писаний которые им были известны толкование комментарии Игнатия Лапкина апостолы начали свою проповедь среди евреев слушатели знали священное писание поэтому в святом евангелии написанном для евреев евангелист Матфей делает много ссылок на ветхий завет точно так же поступает апостол Павел в послании к евреям никакие человеческие доводы не будут иметь такой убедительности в диспуте в беседе со знающим священное писание как доводы из Библии социологи показывают что около 85% принявших сектантские заблуждения и пришедших к ним православные а если бы эти люди могли на основании Библии доказать правоту своего вероучения то все вышло бы наоборот вот к этому то и призывали святые отцы а особенно златоуст и афанасий великий разделите со мной прошу вас это служение я говорю кого всем вообще а вы говорите каждому в частности пусть каждый содействует спасению ближнего Иоанн Златоуст Деяние 9 глава 23-26 стихи когда же прошло довольно времени иудеи согласились убить его но Саввел узнал об этом умысле их а они день и ночь стерегли у ворот чтобы убить его ученики же ночью взяв его спустились по стене в корзине Саввел прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам но все боялись его не веря что он ученик толкование иудеи опять приходят к своему крепчайшему помыслу но теперь они уже не ищут клеветников и лжесвидетелей а сами стремятся совершить убийство так как они увидели что это дело получило силу то они не передают уже его и в суд заметь что Павел спасается не благодатью но человеческой мудростью чтобы ты научился что добродетель мужа сияет и без чудес избавиться от опасности он не только не скрывается но напротив идет туда где более их преследовали он даже ищет учеников спасителя так он весь воспламенился и переполнился ревностью о проповеди и то что он позже других перешел ко Христу его сделало еще более ревностным Лука 7 47 справедливо может возбудиться недоумение когда не пошел в Иерусалим предшествовавшим не апостолом а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск потом спустя три года ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15 другого же из апостолов я не видел никого кроме Иакова брата Господня послание Галатам 1 глава 17 19 стихи в этом смысле что он ходил не за тем чтобы представить свое учение на одобрение апостолам или же если это не так надо бы допустить предположение что злоумышление против него в Дамаске было сделано не тотчас по обращению его к вере христианской но по возвращении его из Аравии спустя три года по обращению и таким образом совершилось его путешествие в Иерусалим потому что этот историограф многое сокращает и сводит события бывшие в разные времена шел к ним не смело но с робостью боялись конечно ученики а апостолы не верили его обращению потому что для человеческого разумения поистине невероятно чтобы такой жаркий гонитель обратился проповедника комментарий Игнатия Лапкина из среды верующих как сохранила история были великие гонители против истины это и времена лютейшие инквизиции выставившие своих вождей это и времена раскола случалось как написано в поэме Семена Яковлевича Нацена христианка и как сохранили жития святых гонители во время допросов сами обращались ко Христу и начинали проповедовать об истине Иоанн Златоуст замечает рассматривая подобные случаи что если земля будучи необработанной дает обильный сорняк то когда она будет обработанной то можно ожидать с нее доброго урожая так и человек если живя в миру не показывает никакой ревности о защите ближнего и не совершает ничего выдающегося то если он и обратился к Богу уверует во Христа то он может оказаться христианином просто по названию откровение 3.1 знаю твои дела ты носишь имя будто жив но ты мертв случается что проходит целые эпохи когда не встречается настоящего гонителя а значит и не совершается настоящего чудо обращения из гонителей в проповедники это наше время время тепло хладности безразличия довольства тем что есть Саввал был ревнителем и при том неумеренным самым ревностным из своих сверстников по человеческим меркам такой узурпатор обрещен и никогда не сможет творить добро но Бог из самого негодного самого лютого льва может соделать Агнеца дух ревности открытого исповедования даже своего заблуждения более угоден Богу чем тепло хладность откровение 3 15 16 знаю твои дела ты не холоден не горяч о если бы ты был холоден или горяч но как ты тепл а не горяч и не холоден то извергну тебя из уст моих эта тепло хладность сегодня повсюду насаждается в церкви пришел ушел если бы пастырь показали в истинном евангельском свете причины трагедии России то она бы выглядела так мы приучали во все века людей быть послушными нам чтобы люди не сравнивали свою веру с Библией чтобы они были довольны тем что мы им даем и не искали не исследовали слово Божие не ревновали о собственном спасении были и гонители христиан в России такие как нижегородский архиепископ Петерим Петр Первый но и из этих гонителей проповедников не получилось потому что не было личной встречи со Христом работали консистории церковные суды допрашивали штундистов тех кто жаждал спасения кто исследовал слово Божие и допрашивая их они вполне могли обратиться к Богу если бы сравнивали свою жизнь со словом Божиим и с тем что проповедовали сектанты в каждом деле допрашиваемых обязательно присутствовали люди ищущие любящие Бога терпящие гонения почему же никто из гонителей не встал на евангельский путь с 1962 по 1987 год только из среды отделенных баптистов было посажено свыше 1500 человек в Советском Союзе из них более 30 человек погибли в тюрьмах и лагерях в коммунистических застенках нашего времени в общей сложности они отсидели более 5000 лет всех их судили открытыми судами и некоторых даже по 6 раз и неизвестно ни одного случая чтобы гонители обратились проповедников на каждом процессе были свидетели звучало слово Божие почему не исследуют корни этих гонителей и из какой среды они вышли хотя они и были ревностными гонителями но корни прошлой теплохладности без верия в народе не привели ни одного из них на путь следования за Христом Деяние 9 глава 27 31 стихи Варнава же взяв его пришел к апостолам и рассказал им как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса и пребывал он с ними входя и исходя в Иерусалиме и смело проповедовал во имя Господа Иисуса говорил так же и состязался с еленистами они покушались убить Братья узнав о всем отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс Церкви же по всей Иудее Галилее и Самарии были в покое назидаясь и уходя в страхе Господнем и при утешении святого духа умножались толкование что Варнава человек кроткий снисходительный это видно и из того что из того что им сделано сделано после этого может быть он и прежде знал Павла будучи другом его каким апостолом привел он Павла может быть к Петру и Иакову о которых и сам Павел в послании Галатам говорит что знал их обрати внимание на Павла что он идет к апостолам он не идет к апостолам как человек скромно о себе думающий но идет к ученикам как будто бы и он только ученик а Варнава ведет его и к апостолам и рассказывает о том какое Павел имел дерзновение потому что другие евреи закоренелые не могли и смотреть на него или лучше решились убить его напуганные тем что случилось со Стефаном спасать его в Кесарию а потом также и в Тарс чтобы он там вместе и учил и находился в безопасности как в собственном отечестве потому что иудеи не бесились против других так как против него потому что других апостолов они уже знали и бешенство направленное против них в них уже ослабело от времени знали также как они часто находили себе защиту и таким уважением пользовались они в народе и так чтобы ты не подумал что он сделал это из страха он сначала сказал что эти церкви имели мир потому что когда в Иерусалиме был разгар вражды апостолы пребывали в нем а когда там настал мир они отправились проповедовать и в другие места комментарий Игнатия Лапкина сколько поездок по стране совершает сегодня архипастырь есть ли такая статистика они объезжают свои епархии и цель каждой их командировки заранее ясна проверка деятельности приходов освящение храмов и часовен совершение богослужений поднятие колоколов торжественное собрание среди неверующих и если после их отъезда из епархии спросить их секретарей и работников где их архиерей то никто и никогда не ответит что они отправились проповедовать и в другие места куда бы не поехал благочинный по своим ли приходам или на епархиальное собрание на расправу к архиерею если спросить домашний где он то никто не ответит что они не ответят кто бы измерял простецов куда не поехал в отпуск к знакомым nationwide на заработке если спросить домашний где он то никто а православных не скажет, что они отправились проповедовать и в другие места. Рассмотрев всю пирамиду православия, от подошвы ноги до темени головы, от корней до верхушки дерева, видим, то, что сегодня называют православием, совершенно не похоже на то, как было при апостолах. Создана совершенно новая религия, основанная они на Слове Божьем. И если бы к нам пришел апостол, пожил с нами и отстоял в храме хотя бы одну службу, например, крещенскую, то не спросил ли бы он, а какую веру исповедуют эти люди? Когда в семинариях и академиях сегодня изучают предмет секта ведения, то разве они не знают, разве не слышали, с какой ревностью абсолютно все сектанты и еретики едут за тысячи километров и проповедуют в России? И те, кто сегодня наполняют дома, культуры и стадионы на их собраниях, это все крещеные, мощеные в православной церкви. И винасть за их погибель, за их кровь лежит на пастырях, которые не проповедовали Евангелие, не обезопасили свою паству. Деяние 20 глава 26, под 7 стихи. Время. Тут комментарии. Все на этом. Так, подожди. Так это не это. Вот где-то надо остановиться. Ну я же говорю, надо остановиться. Да, продолжить надо. Это все идет пояснение. Пояснение. Деяние 20 глава 26, 27 стихи. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Я, златоуст, грозно напоминаю патриарху, всем архиереям и всем священникам. Если одна овца погибнет по твоей небрежности, о пастырь, тебе не хватит всей жизни, чтобы загладить вину. А их сегодня гибнут по вине ленивых и сонных православных пастырей миллионы. Сегодня всюду и везде, во всех училищах, семинариях и академиях, на каждом богослужении должен звучать призыв, чтобы все отправились проповедовать и в другие места. Патриарх немедленно должен издать указ, чтобы его подчиненные отправились проповедовать и в другие места. Священники должны на исповеди ставить непременным условием допуска до причастия, что их подопечные готовы отправиться проповедовать и в другие места. Матфея 10, 32. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. Все. Все.